Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! Введу репортаж с одного из бассейнов, здесь их несколько, вот один из них. И веду репортаж рано утром, я жаворнок, я встаю рано-рано, сплю мало-мало. Когда вы спрашиваете, а когда ты успеваешь столько сочинить и столько сыграть, спеть? А я сплю мало, мне 4 часа, во, хватает. Просыпаюсь в 4 утра, ложусь в 12. Поэтому сейчас, раннее утро, еще солнца не видно, я пришел в бассейн, окунуться, остыть слегка. Вот один из прекрасных этих бассейнов. Чем он хорош? Ну, во-первых, здесь есть джакузи, специально, с двух сторон. Садишься, тебя тут обдувают всякими струями воды. Это раз, с двух сторон он такой. И, что я хочу рассказать и показать отсюда. Вот мальдивцы, мы это обратили внимание еще в тот раз, когда были на другом острове, они строят бассейны рядом с океаном. Ну, конечно, там пляж дальше идет, песчаный. Но они строят так, что когда ты находишься в воде, то ощущение такое, что ты в океане. Вот обратите внимание. Это классное такое архитектурное решение. Согласитесь, это прикольно. Когда ты в воде находишься, думаешь, что ты в открытом океане. Поэтому сейчас я иду туда заныривать, и там расскажу вам пару историй интересных. Уже из воды прям. Ну, а расскажу вам одну историю про бассейн. Вернее, про бассейны. Уже несколько таких историй. А начну издали. Люди любят средину, любят золотое сечение, любят идеальное сочетание количества и качества, которое называется мерой. Чтобы все было в меру. А вот исследователи природы, человеческой сущности, наоборот, любят крайности. Знаете, патологоанатомы очень любят патологии разбирать, и врачи. То есть одну такую крайность любят смотреть. То есть смотреть, как ведет себя человек и его тело в разных ситуациях экстремальных. И здесь вот как раз бассейн, он срединный. Я говорю о температуре воды. Ну, так как в теплых странах бассейны не подогревают и не охлаждают. Они принимают температуру окружающего воздуха, но чуть-чуть ниже за счет того, что это влага. Поэтому здесь температура, если температура воздуха постоянно 30 градусов, то температура воды где-то 28. Что в море, что в этом бассейне. Точно так же и на других курортах, где мы бывали. Но я вам расскажу, как мы побывали еще на двух курортах. Однажды мы были в Китае на острове Хайнань. И там заарендовали виллу. Все было прекрасно. Вся рок-группа, я имею в виду вся семья Волки ХСД, там поместилось. Было несколько таких бунгало. Посредине был огромный бассейн, который они сделали в таком голландском стиле. С писающими мальчиками, фонтаны такие были, стояли, наполняли в бассейне. А там жара под 40 каждый день. И поэтому после всяких экскурсий, когда мы возвращались назад на свою виллу, то, конечно же, хотелось охладиться. И я сначала, я не знал этого, я берусь туда, заныриваю, а там кипяток, там вода под 40. Но это было мучение, вы знаете, просто отдохнуть было невозможно. Там невозможно было плавать в бассейне, такая была теплая вода. Вот в теплую ванну залазишь, какой там уже охлаждение, какой там отдых. А в противоположном случае, другая крайность, была у нас на острове Маврики. Мы там тоже заарендовали виллу. Прекрасные виды, не хуже, чем здесь на Мальдивах. Но там единственное, там очень много ежей. И когда мы прилетели, я сначала не понял, почему в каждом магазине, и начиная с аэропорта, продаются такие резиновые колоши с дырочками. Я думаю, ну что ж такое, в резиновых же неудобно вроде ходить. Ноги-то потеют, и они натирают. А потом, когда я наступил в море на ежей, мне вызывали скорую помощь и вытаскивали иглы, то я тогда понял, зачем везде продаются эти резиновые лапки. И там на этой вилле то же самое. Была прекрасная вилла из барбекю, она была, ну классная вилла. Там гольф-поля были рядом, проходил чемпионат мира, постоянно там проходят. И там закреплялся даже консьерж за каждым номером. Он приходил, что ты скажешь, он тебе и делал. Он делал тебе чай, кофе, что ты скажешь. Он заказывал шашлык, он тебе делал шашлык, там все подгоревал. Жарил на твоих глазах рыбку, там все подряд. И там был бассейн тоже. Но бассейн был расположен так, он был возле беседки. Он все время был в тени под пальмами. Все время, даже солнце не попадало. И вот несмотря на то, что там жара была тоже 30 и выше, в бассейне была ледяная вода, там можно было простудиться. Потому что продувалось ветром и все время в тени. В густой тени, не просто, в густой. Так что вот так вот, даже при 30 градусной и выше жаре, можно охладить бассейн и всего грамотно разместить. Ну а если он на открытом солнце, то он принимает температуру воздуха. Но чуть ниже. Поэтому вот здесь 28, а воздух постоянно 30. Но мне нравится. Прекрасный бассейн. Охлаждает, комфортный, можно не вылавить. И не жарко, и не холодно. Все прекрасно. Так что, уважаемые любители рок-музыки, я погружаюсь и убываю у вас в следующую серию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова